Хорошие детские врачи всегда на весь золото. От их профессионализма и опыта работы зависит, какой окажется вся последующая жизнь малыша. Что за обследование необходимо провести в первые месяцы рождения ребенка и от каких прививок лучше не отказываться, узнаем у кандидата медицинских наук, главного педиатра Тюменской области Надежды Казакевич. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, хотелось бы для начала узнать, какие обследования нужно проходить при первых днях жизни ребеночка. Ну, мне бы хотелось начать еще раньше. Прежде всего, обследование самое первое для ребенка необходимо пройти, пока ребенок еще у мамы в животе. Для этого существует определенная система обследования, и нужно помнить, что обязательно нужно пройти три скрининговых обследования на ультразвуковом аппарате. Это УЗИ, да? Это УЗИ. Необходимо определиться сначала в раннем сроке, затем в 20 недель, и уже перед родами определяет доктор о необходимости обследования. Как только ребенок родился, его сразу же начинают оценивать. Самая первая оценка – это оценка по АПГАР. Насколько ребенок хорошо кричит, насколько он хорошо дышит, и вообще, как у него все сложится в этой жизни, определяет, конечно, самый первый год жизни. Поэтому в родильном доме ребеночка сразу же начинают осматривать и оценивать. Это самый первый доктор, который встречается с ним, доктор-неанатолог. В первые сутки ребенок проходит первую свою вакцинацию против гепатита В. Перед выпиской из родильного дома ребеночек прививается против туберкулеза и затем уходит под наблюдение к своему главному доктору до 18 лет, участковому педиатру. Доктор приходит в первые три дня после выписки вместе с медицинской сестрой и осматривает ребенка и рекомендует обследование. С 2013 года система медицинских осмотров всех детей несколько изменилась, но это не коснулось детей первого года жизни. Ну, кстати, вот если говорим про первый год жизни, да, вот год прошел и результаты какие-то подводятся, допустим, там, степень развития ребенка? Ну, на самом деле эти результаты подводятся ежемесячно. Первый раз ребенок, праздник в семье ребенка наступает в один месяц, когда вся семья вместе с малышом приходит в поликлинику знакомиться. Исключение составляет период, когда высокий уровень заболеваемости, поэтому праздник несколько откладывается. А вообще ребенок в один месяц приходит к доктору, и начиная с одного месяца, ежемесячно, доктор оценивает абсолютно все. Прямо по всем органам и системам. Прежде всего, насколько хорошо ребенок развивается, и то, что он должен уметь к этому возрасту, ребенок должен уметь, это называется оценка нервно-психического развития. Доктор оценивает и физическое развитие. Вот сколько ребенок должен весить в этом возрасте, что он должен уметь и как он должен кушать, доктор это обязательно оценивает. Обязательно дает рекомендации маме, папе и всей семье. А смотрите, я, знаете, хотела вернуться насчет обследования врачей. Вот существует обязательный список, каких врачей узких специальностей мы должны пройти. А можно ли к другим врачам еще сходить? Конечно, можно. И это тоже существует определенный стандарт обследования детей, когда необходимо консультации. Давайте остановимся на этом чуть подробнее. То есть самое главное, чтобы ребенок рос и развивался здоровым. И если уж так случилось, что какие-то генетические проблемы у него заложены, и какие-то наследственные факторы есть, которые затем реализуются, их нужно своевременно и молниеносно выяснить, и бесспорно либо устранить, либо скорректировать, либо попробовать ужиться с этими проблемами. Первое обследование – это на четвертый день жизни исследование на наследственные и на врожденную патологию. То есть это обследование берется на дому, кровь из пяточки у ребеночка, отвозится этот результат в перинатальный центр, где исследуется на различные заболевания. Это серьезные грозные болезни – фенилкетонурия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром и ряд других проблем. То есть это сразу же первое исследование. Затем в месячном возрасте ребеночек должен быть осмотрен обязательно окулистом, должен быть осмотрен ортопедом, невропатологом, детским хирургом, лор-врачом. То есть оценка по органам и системам – насколько хорошо слышит, видит, как будет развиваться, какие первые проблемы. Вот давайте буквально прервемся на несколько мгновений. Коллеги подсказывают, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, тема-то актуальна. Доброе утро. Ого. Доброе утро. Здравствуйте. Я по поводу прививок. Пожалуйста. В первый день прививка против гепатита С, кажется. Но ведь сейчас уже доказано, что вакцина импортная. И наступает очень много всяких безобразий в жизни последующей у человека после этих прививок. Например, женщины не могут выносить ребенка. Ну, в общем, очень много различных моментов. И причем сейчас очень много детей у нас, почему-то какие-то странные потом заболевания. И врачи разводят руками. Ну, вот просто, вот ребенок болит. В общем, вредных прививок, особенно вот гепатит С. И вакцины почему-то импортные. Все хорошо, спасибо за вопрос. Интересно, конечно, откуда такая информация. Но вот правда или нет? Давайте попробуем разобраться. Насколько я поняла из телефонного звонка, речь идет о вакцинации против гепатита С. Вы знаете, в детской практике вакцинируется и вообще в практике Российской Федерации Всемирной на сегодняшний день существует вакцина против гепатита В. Это настолько актуальное заболевание гепатиты. И благодаря только вакцинации это единственная специфическая защита от этого грозного заболевания. Существует. Она начинается действительно в первые сутки от рождения. И в три тура поставленная вакцина позволяет защитить человека на всю оставшуюся жизнь от гепатита В. А какие ребенку еще прививки ставят? Первое, я уже говорила, это вакцинация от гепатита В, которая в три тура проводится. И заканчивается она в 6 месяцев. Затем это вакцинация от туберкулеза в родильном доме. И начиная в возрасте с трехмесячного возраста, ребенок защищен от дифтерии, от коклюша, от полиэмиэлита, от столбняка. Затем в Тюменской области и во всей Российской Федерации мы сейчас имеем уникальную возможность защитить детей от гемофильной инфекции. Она введена в национальный календарь. То есть это те проблемы, с которыми все родители сталкиваются, когда малыш уходит в детский сад. Это постоянная вирусная инфекция и насморки. В год ребенок защищается от кори, краснухи и от паротита. И тем самым в два года есть возможность защититься от пневмококовой инфекции. По показаниям перед школой идет ревакцинация и вакцинация от гепатита А. Таким образом, от наиболее распространенных и грозных инфекций, которые раньше уносили десятки, даже сотни жизней, мы сейчас защищаем своих детей и себя. Вообще, часто бывают случаи, когда отказываются сами мамы от приема, мол, да ну что ли, бессмысленно и приходится, может быть, убеждать их по этому. Вы знаете, да, говорить о том часто или редко, наверное, не так нужно поставить вопрос. Но есть определенное количество родителей, которые не соглашаются с вакцинацией. И здесь не только родители, здесь вся семья несколько имеет либо негативный опыт собственный, либо пользуется какими-то еще данными. И есть определенное собственное мнение о вакцинации. Бесспорно, доктора и вообще вся медицинская общественность работает с этими семьями, потому что действительно, что бы мы ни говорили. Но на сегодняшний день развитие медицинской науки на всем земном шаре специфическая защита от инфекции – это только вакцинация. Своевременная поставленная прививка здоровому ребенку позволяет защитить его на всю оставшуюся жизнь, сохранить ему не только жизнь, но и здоровье. Но хотелось бы обратить внимание и докторов, и родителей. Когда доктор и родители, семья ребенка говорят на одном языке, и родители слышат то, что хотел рассказать доктор, а доктор говорит то, что хотят и понять, и услышать родители, тогда действительно вопросов не возникает. Вот мы немножко хочу вернуться на начало разговора, когда мы обозначили список специалистов, которые обязательны в прохождении ребенка до года, а есть, которые желательно пройти? Вот они не внесены в этот список, но желательно. Что родителям посоветовали? Вы знаете, на сегодняшний день нет такого. Есть обязательные специалисты, которые предусмотрели уже все. По показаниям существуют другие специалисты, когда возникает та или иная проблема. Вот тогда действительно доктор советует, что вот к этому полному списку, потому что мы еще не говорили о том, что это будет и стоматолог, это будет в год и психиатр, это будет к 3 годам и акушер-гинеколог, и детский андролог. То есть существуют все специалисты, которые абсолютно по всем органам и системам проведут оценку состояния развития органа и состояния здоровья. Остальные специалисты, какие существуют, это кардиолог, детский аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог. Это те специалисты, которые должны помочь педиатру для уточнения состояния. А стандартные, они все включены в программу осмотра ребенка. Посмотрите, мамы очень часто сравнивают своего ребенка, точнее развитие ребенка, с описанием в интернете. То, что ребенок должен делать в разные месяцы его жизни. Вот если что-то не соответствует, стоит ли бить тревогу, если ребенок, допустим, не переворачивается? Я не знаю, у меня ребенка нету пока. Вот если что-то не так, стоит ли... И все это верить интернету вообще. Да. Вы знаете, ну, наверное, лечиться по интернету совсем не стоит. Все же для этого существует определенная система подготовки. И за быстротой принятия решения врача все же стоят 8-9 лет подготовки и обучения ежедневного. Практики. И практики, да. А что касается, если сравнивать развитие собственного ребенка с тем, что предлагает интернет, да. Это же, если пользоваться интернетом как библиотекой, замечательно. И бесспорно, никакой вопрос нельзя гнать от себя. Проблема это или норма. Поэтому оценку состояния все же проводит доктор. И если маме не нравится, папе или бабушке, или тете, или дяде, нужно обязательно посоветоваться с доктором. И обязательно указать, что вот эта ситуация меня очень волнует, и как мне ее оценивать и расценивать. А сравнивать свое развитие с тем, что написано, как оно должно быть, и сравнивать свое замечательное чадушка с другими детьми, это же нормально, это же удел нас, родителей. Мы всегда сравниваем своих детей, и наши всегда лучше. Главное, чтобы родители все-таки запомнили то, что где-то поинтересоваться можно, лечиться не стоит. Спасибо большое за беседу, желаю вам хорошего дня. До свидания. Удачи вам. До свидания. Спасибо.